На областную станцию переливания крови Андрей Кузнецов приходит, как по расписанию, пять раз в год. Чаще сдавать кровь мужчинам не рекомендуют. Пока Андрей на полпути к званию почетного донора. Сейчас проходит процедуру сдачи крови в 22-й раз. Андрей говорит, приятно осознавать, что это может спасти чью-то жизнь. К тому же он всегда знает, что здоров, потому что перед процедурой проходит обследование. Сдать кровь может любой здоровый человек. За два дня до процедуры нужно отказаться от употребления алкоголя и тяжелой жирной пищи. В день процедуры нужно обязательно позавтракать и взять с собой паспорт. Сдаю кровь с 18 лет. Как-то всегда хотелось помогать людям. Вроде у меня ее много, а кому-то не хватает. Неоценимо важно, потому что, насколько мне известно, сейчас нет каких-то рабочих замен для цельной крови человека. Соответственно, сдаешь кровь, спасаешь людей. А человеческой жизни, опять же, что может быть важнее. В преддверии Всемирного дня донора сотрудники Самарской областной клинической станции переливания крови проводят акцию «Безопасная кровь спасает жизни», чтобы напомнить, насколько важна помощь неравнодушных людей. Особенно сейчас, в период пандемии коронавируса, когда число доноров снизилось. С 8 по 15 июня всем сдавшим кровь на станции переливания дарят памятные подарки. Спасибо, Владимир Владимирович, что пришли к нам на сдачу. Вам подарочек от нас, маму, пирамочку, холодильничек. Эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы в работу Самарской областной клинической станции. Персонал регулярно дезинфицирует помещение специальными средствами. Все сотрудники находятся в медицинских масках и перчатках. Доноры соблюдают социальную дистанцию и находятся в средствах индивидуальной защиты. В этом году Всемирный день донора, его отмечают 14 июня, пришелся на выходной. Поэтому на станции решили отметить его 12-го числа, чтобы поздравить всех доноров с предстоящим праздником. Мы привыкли, что это, как правило, отмечается у нас на станции достаточно шумно и весело. Но, к сожалению, вот в этом году мы несколько ограничены. Но и тем не менее, мы, безусловно, поблагодарим доноров. Прием доноров будет в этот день по записи, только по записи, для того, чтобы обеспечить необходимые социальные дистанции. Подробную информацию о том, как стать донором, можно посмотреть на сайте службы крови, который указан на экране. Елена Малютина, Григорий Бляшаков. События.